На сцене представитель города Тулы. Встречайте, Кузнецов Алексей. Алексей, свечев! Алексей, здравствуйте! Здравствуйте! Как настроение, Алёша? Хорошее. Все хорошо выглядите. И всегда по людям видно, светлый человек или тёмный. Вы из светлых. Будете поднимать нам настроение. Постараюсь, да. А ваша мечта — побывать в США, да? Да. В США. А чем вас привлечают в штаты? Гранд Каньон. Ох, там красиво. Мы там были. Там на вертолёте летать. Нет людей. Наконец-то вы нашли это место. Да. Так именно на это хотите потратить деньги? Ну, по возможности, да. Но надо пару раз выиграть, чтобы потратить. Можно выиграть деньги, заплатить нам Жене, их вернуть обратно. А мы вам расскажем в краске, какой там Каньон. У меня даже видео где-то сохранилось. Посмотрю по вашему инстаграму. Вы учитель? По образованию, да, а так нет. А по жизни? А по жизни комик. Что преподаете? Комик, да? Преподавали. Не преподавал, отучился на учителе математики, физики, информатики. Ого. Крутая профессия. Классно. А почему такие учителя не нужны нашим странам? Да, потому что у вас в программе можно заработать больше за раз, чем там за год. Обидно. Удачи. Удачи. Спасибо. Итак, Алексей, если вы помните правила нашей игры, а вы их обязательно должны помнить, для начала вы пытаетесь заработать одну тысячу гривен. Вы готовы? Да, готов. Я буду шутки читать. На свадьбе волейболистки подружки невесты два часа не давали букету упасть. Сын звонаря дергает за косички до восьми девочек одновременно. Сильный напор заставляет хилого мальчика мыться в душе лёжа. У директора чайной фабрики следующий ребёнок всегда слабее предыдущего. Мальчик. Есть. Ну там и про мальчика под струёй воды тоже смешно было. Я вас поздравляю, одна тысяча гривен есть, наверное. Спасибо. Сразу дальше, да? Да, давайте. Поехали. Мальчик, вернувшийся с Казантипа, полгода стоял в подъезде, чтобы не спалиться. Чем старше становится дочь Стаса Михайлова, тем сильнее она любит отца. У поддатого физрука, переводившего детей через дорогу, так сильно тряслась рука с флажком, что он посадил самолёт. Алексей, я вас поздравляю вдвойне. Во-первых, потому что вы выиграли пять тысяч гривен. Во-вторых, вы смогли рассмешить Евгения Кашевого. А это? А это немало. Как мушка, это мушка дорогого стоит. Спасибо. Итак, идём дальше. Да. На кону десять тысяч. Поехали. Жители Новгорода уверены, что брэк-данс бывает нижний и великий. Когда в мавзолее делают ремонт, Ленин лежит у Зюганова дома. Камару, укусивший наркомана Петю, теперь никого не кусает, кроме Пети. Поп Фёдор затопил соседей сверху, снизу, справа, слева. Учительница литературы имитирует оргазм с чувством, с толком, с расстановкой. Ну и Ленин, лежащий у Зюганова, тоже смешно. Я вас поздравляю, десять тысяч гривен есть. Неплохое начало. Есть. У меня ощущение, что можете, Алексей, вы унести сегодня самый главный приз. Ну, посмотрим. Ну что, готовы? Идем дальше? Точно? Да, давайте. Или заберете десять? Нет. Заберу больше. Парень, который перепутал Ушу и Фэн-Шуй, красиво расставил гопников в подъезде. Во время пожара из музея восковых фигур удалось спасти только половину Мадонны и два ведра Сталина. Тульский бродячий цирк. С каждым годом все больше бродячий и все меньше цирк. Матрешка вводит мужиков к себе в сестру. Ай, прорвало, прорвало. Наших комиков, Алексей, мы вас поздравляем, двадцать тысяч гривен. Очень смешно про гопников. Про гопников смешная шутка очень. Молодец. Ну, вообще, я вам скажу, все шутки смешные. Да. Давно пишете шутки? Извините, что я переверну. Да, давно. Правда? Пароль лет. Выступали где-то? Да, было. Ну, вы молодец. Спасибо. Алексей, вы можете забрать двадцать тысяч, стать победителем в нашей игре. Не могу. Я понял ваш намек. Вы готовы? Сейчас, секунду. Да. Последняя минута. Пятьдесят тысяч гривен. Готово. Давайте поддержим его. Это важно. Это риск. Это риск. Алексей. Поехали. Удачи. Самка богомола после спаривания не съела самца. В этот раз самец был хорош. Пятеро бомжей, живущих в оркестровой яме, просят называть их квинтет. Играя в покер, Андрей так хорошо блефовал, что о его смерти догадались только через час. Иван Грозный. Осознав, что натворил, хотел было помочь сыну, но художник запретил шевелиться. Девушка Люба. Не верила, что она бревно, пока ее не утащили бобры и не положили в основание плотины. Ну, до бобров было смешно, до бобров. Продолжаем, продолжаем. Хлопы, друзья, потому что перед нами стоит победитель, который выиграл 50 тысяч гривен. Спасибо. Спасибо. Мне кажется, в студии такое настроение, это, наверное, один из самых теплых залов, которые я видел. Было очень здорово. Итак, мы приглашаем сюда первого участника нашего шоу, Кузнецов Алексей, город Тула. Ваши аплодисменты. Здравствуйте, всем привет. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Привет, Леша. Здрасте. Как у вас там в Туле? Да ничего. Где наш пряник? Ваш пряник? Ну, не ваш, который должен был стать нашим. Они дорогие сейчас. Алексей, у тебя нет пряника, но у нас есть кнут, если что. Ну, ребят, в сейфе. Да. Ну что, начинаем? Ты готов? Да, можем. Недавно у нас с девушкой произошло то, после чего я должен на ней жениться. Я сделал ей предложение. И мы с ней очень разные. Вот у нее куча нижнего белья. Есть на все случаи. На 8 марта, на 23 февраля, на яблочный спас. У нас у мужчин всего 5. Понедельник, вторник, среда, четверг и пятница. А иногда бывает и 7 пятниц на неделе. И я не верю в дружбу между мужчинами и женщинами. В зале наверняка есть девушки, которые говорят, вообще-то у меня есть парень, с которым мы просто друзья. Да? Останьтесь пьяными наедине. Дайте Халку вырваться на свободу. И я не люблю традицию дарить друг другу подарки на день рождения. Ведь все, что люди делают, по факту, это дают друг другу на время деньги в долг. То есть 17 сентября я тебе даю штукарь, 20 февраля ты мне возвращаешь штукарь. В плюсе остается тот, кто умирает последним. Спасибо. Тысяча гривен у Алексея. Мы идем дальше? Давайте, да, попробуем. Давайте пойдем дальше. Мне понравилось. Мы с вами живем в 21 веке. Меня удивляет, что до сих пор остались люди, которые, идя ночью, боятся встретить привидения. Бояться надо людей. Если я ночью пойду через парк и услышу какой-то шорох, мне будет пофиг. Но я обделаюсь, услышав, «Сшш, пацан!» Я прям начну молиться, что появилось привидение. А гороскопы? В них же пишут очевидные вещи. Вот, например, слушайте, гороскоп для стрельцов. В центре внимания стрельцов на этой неделе будут решение финансовых вопросов, устранение семейных разногласий и построение планов на выходные. Стрельцы, похлопайте, кому подходят, пожалуйста. Я вас развел, это для дев. А гороскопы совместимости, когда он водолей, она рыба, они не могут ужиться вместе. Есть только одна причина, по которой два человека не могут ужиться. Он водолей, она долбанутая. Было, было, было. Была маленькая улыбка сначала у Владимира, а потом у Евгения. А почему вы все время друг на друга смотрели? Ты опасный человек, Игорь. Посмотри, я не могу понять, либо Васильев хуже видел. У тебя Ласточкин, ощущение, что у него маленькие микроскопы. Он ставил себе в глаза и смотрит. И только у меня чуть-чуть не пошло. Да. Просто я тут пару раз пропустил ваши улыбки. Не, может он там в автоматной рубится? Да, может. Удваиваю. Ребята, извините, не эту кнопку нажал. Вы сря меня сюда посадили. Посмотри, Женя, он оставит нас нищими, этот Ласточкин. Я об этом и боюсь. Молодец. Поздравляю. Ну что, Леша, мы идем дальше? Попробуем, да. Ты точно уверен в этом? Да. Смотри, я уже как могу тут. Поехали. Вот согласитесь, у нас красивых людей на планете меньшинство. Почему тогда меньшинство рекламирует одежду для большинства? С таким же успехом ее могли бы рекламировать и карлики. А мы бы потом такие, блин, на чуваке из Форд-Боярд пиджак сидел супер. Я урод. Вот. Мы, кстати, могли бы с вами решить проблему страшных и красивых один раз и навсегда. Если бы всем миром договорились и страшные переспали с красивыми, а красивые со страшными. И у всех бродились средние. Поэтому я люблю фестивали типа Казантипа и Селигера. После них появляются средние. И я не люблю футбол, потому что не умею в него играть. Знаете, когда во дворе в детстве капитана набирают игроков к себе в команду, меня выбирали последним. После жирного. Я тебя поздравляю, Леша. Да, спасибо. У тебя... Десять тысяч у тебя. Десять? Молодец, поздравляю. Десять тысяч. Насмешил на десять тысяч. Молодец. Как ты относишься к такой цифре? Десять тысяч. Хорошо. Хорошо? Ну, можно попробовать еще. Можно увеличить ее. Давай попробуем. Ну, ты уверен в этом? Да. Поехали. Я часто натыкаюсь на старушек, которые говорят, что у меня вытащили всю пенсию. Вот не надо врать. Чтобы мои бабушки вытащили всю пенсию, нужно залезть в дом, взломать шкаф, достать баночку, раскрыть тряпочку, развязать пакет, развязать пакет, развязать пакет, развязать пакет, а там ключи от другого шкафа. И я не употребляю наркотики, но считаю, что в жизни стоит попробовать все. И мне кажется, было бы здорово легализовывать наркотики с 70 лет. Вот старости от наркотиков одни плюсы. Бабушка, у тебя что-нибудь болит? А что такое боль? Спасибо. Вот смешно. Наконец-то. Прорвало. Ну, давайте попробуем. 20 тысяч гривен у человека. Поаплодируйте ему. Наконец-то. Наконец-то. Ну что, 20 тысяч. Ты забираешь их. Давайте еще попробуем. Но ты же их можешь потерять. Да, я знаю. Даже для меня это много. Ну, надеюсь, нет. Давайте продолжим. Если мы легализуем наркотики в старости, старушки возле подъезда встанут милее. Наркоман! Пойди сюда. Мне это нравится, Игорь. Мне это нравится. Вообще, я, конечно, наркотики не употребляю. Но так тонко, да, человек шутит на эту тему. Да, а все тоже говорят, это правильно, что не употребляют парень. И все смеются. Ну, поздравляем. Все знают, какой эффект. 50 тысяч гривен. Ты молодец. Я поздравляю тебя. И весь зал тебя поздравляет. С победой. Спасибо, так что я. Спасибо. Спасибо. До свидания. Пока счастливый обладатель полтинника. Мой успех, ну, поначалу пока старался к себе зал расположить, а потом уже пошли шутки чуть пожестче, какие мне нравятся, и зал их принял. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продinators.